В Бресте активно ведутся работы по строительству Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. С 2018 года на территории Кобринского укрепления мемориального комплекса «Брестская крепость-герои» открыт и действует молодежный патриотический центр, являющийся филиалом Брестского областного центра молодежного творчества. При поддержке президента было принято решение открыть на базе Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Указом президента Республики Беларусь от 9 августа 2023 года номер 257 Всебелорусской молодежной стройки объектом строительства центра присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Об этом говорили на встрече белорусских журналистов в рамках пресс-тура. В рамках работ по созданию Республиканского центра патриотического воспитания молодежи активно сейчас реализуется создание корпуса под проживание учащихся. До 200 учащихся будет проживать в здании бывшей казармы 125-го стрелкового полка, а также будут созданы условия по организации учебного процесса. В казарме предполагается 5 учебных классов. Это предполагается в первой очереди, конечно, для тех учащихся, которые здесь будут находиться, а это планируется в первой очереди до 500 учащихся, нужно создание еще инфраструктуры учебной, помимо спортивного стадиона, спортивного ядра, который создается здесь, и помимо спортивных площадок, конечно, нам нужен учебный корпус. На сегодняшний момент более полутора тысяч молодежи Брещины, Республики Беларусь, отработали в составе волонтерских отрядов, в составе студенческих отрядов, здесь работают студенты. В целом мы планируем завершение работы к 2025 году, и наше учреждение, Республиканский центр патриотического самимолодежи, начнет уже прием первых учащихся в 2025 году. Сегодня в рамках пресс-туры белорусские журналисты посетили всебелорусскую молодежную стройку, где ознакомились с ходом работ. Представители массовой информации побывали в помещениях, которые находятся в казарме, и понаблюдали за тем, какой объем работ уже сделан. Прошлись по территории, где в скором времени будет расположена площадка три в одном для футбола, волейбола и баскетбола и многое другое. Сегодня журналисты государственных средств массовой информации посетили республиканскую молодежную стройку, будущий центр патриотического воспитания молодежи. Для нас большая честь присутствовать на этой стройке и внести свою лепту собственным трудом во строительство этого очень важного для всей страны объекта, потому что строя этот центр, мы строим наше будущее, мы вносим большой вклад в наше будущее, в будущее наших детей и в целом будущее нашей страны. Министерство обороны совместно с Брестским областным исполнительным комитетом являются кураторами строительства Республиканского молодежного патриотического центра. В настоящее время определены несколько источников финансирования. Первые средства, собранные во время республиканского субботника. В прошлом году было передано 50% таких средств. В этом году Министерством обороны совместно с Брестским областным полкомом проявлена инициатива, чтобы средства Республиканского субботника также были использованы на строительство объектов центра. Сегодня уже есть постановление Совета министров, где определена соответствующая мера финансовой поддержки на строительство данного объекта. Второй источник – это часть средств республиканского бюджета. И третий источник – это спонсорская помощь. В этом вопросе, касаемо третьего источника финансирования, работа проводится постоянно. Необходимо отметить, что в ряд организаций, ведущих и предприятий нашей страны направлены соответствующие письма об оказании спонсорской помощи. Эти все письма получили положительные ответы. И в настоящее время средства перечисляются на расчетный счет Брестского областного управления капитального строительства. Денежная помощь бесспорно важна и нужна. Но и физический труд, который за дня в день показывают на объекте как профессиональные строители, так и студенческие отряды, всегда был ценен со стороны руководства города и области. Сегодня свой вклад в строительство патриотического центра решили внести представители Минобороны, а также журналисты столицы и города Бреста, потрудившись дружно на субботнике.